Всем привет, с вами Алексей. Продолжаем искать сорт, который бы очень удобен был нам для очень полезного употребления в сыром виде, только что разлученный. Не всегда под рукой есть орехокол. Нам нужен сорт, который можно носить с собой, всегда иметь под рукой его и хорошо раскалывать. Значит, пробуем многие сорта, какие в основном это округлые, крупные, в основном это промышленные сорта. Наша задача орех найти, который можно иметь с собой всегда в кармане и при необходимости там, не знаю, может у кого-то желудок начинает неприятно так сосать, когда надо что-то перекусить, а перекусить нечего. Или какая-то там, не знаю, гадость только вокруг продается, а вы хотите что-то полезного и вкусного и так далее. Поэтому фундук очень хорошо подходит. Лично ношу с собой всегда жменью фундука, на работе особенно, и очень часто выручаю. Итак, сегодня пробуем сорт шедевр. Это его средние экземпляры. В основном все орехи, которые... это же не один сорт, я пробую, я пробую много сортов. И я беру именно средние экземпляры. Если средний экземпляр поддается колке, соответственно более крупный экземпляр будет колоться вообще без проблем. Итак, пробуем. Пробуем, берем так, как легло. В основном касается, конечно, взрослого мужчины. По некоторым сортам это однозначно. Только взрослый мужчина. Потому что ни ребенок, ни женщина, многие женщины не справятся. Шедевр. Поддается. Среднее усилие. Дальше. Орех высохший. Орех высохший, то есть средина декабря находился в доме, в отапливаемом помещении. То есть уже можно сказать, что все хорошо. То есть обзор честный. Ну как бы пока, вот почему-то эти орешки и не сильно. Хотя, ну нет, поддается. Видите, жопка к жопке поддается. Прекрасное ядро. Ну, короче, можно. Можно по шедевру. Я пробовал уже до этого. Честно скажу вам. Некоторые сорта я уже пробовал. Ну, шедевр всегда хорошо кололся. Всегда. В принципе. Особенно, если он крупный, то колется без проблем. Видите? Раскалывается. Не всегда получается сохранить ядро при ручной колке, к сожалению. Ну, ничего страшного. Оно на две половинки раскололось. И все. Так, следующий. Далее, после того, как вы раскололи, можно употреблять. Сейчас попробуем жопка к жопке. Можно сразу употреблять. Можно поджаривать. Будет еще вкуснее. Можно замачивать в воде. Будет максимально полезно. На 8 часов. Так, ну вот. В принципе, три раскололось. Три как бы не очень. То есть, по шедевру пока так. Но опять же, берем любой самый дешевый орехокол. А вот орехоколом сорт шедевр колется просто великолепно. Один из лучших сортов, который прям, ну вот, легчайшее нажатие. Буквально немного. И он прям прекрасно раскалывается. Неплохой показатель. Думаю, в промышленной колке это сыграет хорошую роль. Потому что ядро именно остается очень цельным. Итак, кому не приходят видео с этого канала, кто подписан, просто обязательно, пожалуйста, переподпишитесь. То есть, отписались и подписались именно со звенящим колокольчиком. Именно со звенящим. Тогда будет приходить уведомление. Будем продолжать другие сорта. Обязательно. Испытание продолжается. Все. Поставьте, пожалуйста, лайк. Кому понравилось. Поделитесь с друзьями, кому понравилось. Кому что-то непонятно, напишите в комментариях. И всем спасибо огромное, кто смотрел. Всем огромный привет из Харькова. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok